Слава нашему Богу! Аминь! Хорошее прославление. Спасибо группе. Слава нашему Богу! И сегодня у нас будет проповедник из Белоруссии, из города Минска. Мы открываем Белорусский фронт. Я так духовно пошутил сейчас. Можете немножко посмеяться. Брат Андрей Пустошил. А давайте мы поприветствуем брата, который переехал к нам в Болгарию. Пусть Бог благословит Словом. Спасибо большое, пастор. Прежде всего хочу помолиться, чтобы Господь говорил к нам, потому что мы Его церковь, мы Его тело, Он наполняет. И Он говорит, Он учит, Он дает нам откровения. Отец, я прошу у Тебя, чтобы сейчас то, что от Тебя исходит, то, что Ты приготовил, что Ты хочешь сказать нам, Дух Святой, я доверяю полностью Тебе, чтобы Ты вел, чтобы Ты открывал. Сердца сейчас открой, приготовь. Чтобы мы были готовы слышать и слушать, принимать. Наполняй нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы Твои дети, мы нуждаемся на самом деле в Тебе. Чтобы Ты был источником нашим и наполнил наши сердца сейчас Своей любовью, Господь. Наполнил нас Своей радостью. Наполнил нас Своим Святым Духом. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы приходим сюда, чтобы прославить Его. И на самом деле, когда идет поклонение, прославление, я понимаю тех, кто на небесах, когда они пребывают в постоянной хвале. И они пребывают в этой постоянной благодати. И мне иногда хочется, чтобы не заканчивалось, чтобы это продолжалось. Потому что это на самом деле, как написано, сладостно петь Господу. И это прекрасно, хвалить Его. И я поделюсь сегодня одним откровением, которое Бог на днях просто удивил меня, восхитил и порадовал. И это простое, но очень сильное для меня откровение, которое я верю, что Дух Святой приготовил для каждого из нас, чтобы мы порадовались вместе. И если Бог за нас, то кто против нас? Это то, как называется сегодня слово. И это то, чем я буду делиться. И для начала я хочу рассказать вам о том, как 19 лет назад, когда мне было 20 лет, я вырос в коммунизме, как рассказывал Геннадий. Я вырос в такой стране, которая отказалась от Бога, Советский Союз. И знаете, до 20 лет я дожил совершенно не слыша ничего о нем. И когда мне сказали о том, что Бог Отец и Он любит, я не поверил. Но мне стало интересно, и я обратился к Нему. Я уже рассказывал об этом. И знаете, через некоторое время я смотрел на небо, и просто меня посвятило вот это откровение, я поверил. Я удивился. И это было очень сильно. И после этого я начал размышлять об этом, я начал искать, я нашел Новый Завет, я прочитал его, и я узнал об Иисусе Христе. И Бог что-то стал открывать мне новое в этой жизни. И однажды я увидел одно видение, которое я много лет хранил и никому не рассказывал. Я увидел, когда стояли люди, и от каждого человека шел такой столб как бы света в небо. и от каждого был свой столб. И я просто отчетливо видел, у кого-то был менее такой четкий, у кого-то был яркий столб. И я видел это на протяжении какого-то времени, может быть, там, нескольких дней. И я все спрашивал, что это, что я вижу, что это такое. И знаете, я это оставил, я не понял, что это. И прошло около 15 лет, и когда я уже был христианином, стал христианином, точнее, уже стал осознанным христианином, я стал на этот путь следовать за Христом, верить в Бога, служить Ему и проповедовать Христа. И когда я стал рассказывать людям о Христе, и люди стали принимать Его, это откровение, оно стало мне понятным. что когда мы делимся Евангелием с человеком, и мы предлагаем Ему лично обратиться к Богу, мы как будто бы подключаем Его снова к Источнику. И этот канал, да, он появляется у Него снова. И это то, что я хочу просто вдохновить вас сегодня, что мы каждый нуждаемся здесь в личном откровении от Бога. Мы каждый нуждаемся в личном хождении от Бога. И когда мы приехали сюда год назад, почти год назад, 10 декабря, и мы пришли в эту церковь, нас пригласили наши друзья, и мы знали, что здесь собираются братья и сестры русскоязычные. И первое, что я для себя хотел понять, услышу ли я здесь голос Бога. И, знаете, я получил на первом же служении подтверждение своим личным откровением. И это было для меня, ну, подтверждением того, что это церковь, она ходит, то есть это мое место, да, и это то место, где я буду получать подтверждение, откровение. И я хочу, чтобы сегодня мы все сосредоточились на том, чтобы, может быть, получить что-то новое, а может быть, получить подтверждение, да, а может быть, что-то изменить в своем мышлении, в отношении Бога, в отношении нашей жизни с вами. И это такое вступление. И сейчас я хочу, чтобы мы открыли Иоанна 1 главу, с 1 по 4 стих. И мы рассмотрим то, как Бог сотворил этот мир. И о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали. Ага, спасибо. В начале было слово, вот, что-то я начал читать, я думаю, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было у Бога в начале. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И когда в начале Бог сотворил эту землю, ничего не было, только Бог был. И Слово Божие, оно начало творить. Мы все знаем, это написано в Бытие, первая глава, она описывает, как Бог творил. И многие свои откровения, понимания вообще, что происходит в моей жизни, я, если честно, ищу в Бытие. А как было в начале вообще? А как вообще, ну, вот если сейчас так, а как вообще Бог запланировал, как задумал? И поэтому очень часто я возвращаюсь в своем размышлении о Боге, я возвращаюсь именно в Бытие. И я сейчас хочу, чтобы мы тоже открыли Бытие, вторую главу, девятый, а потом шестнадцатый и семнадцатый стих. Бытие 2. Так мы поняли, что мы знаем, точнее, мы уверены, мы верим в то, что Бог вначале сотворил все Своим Словом. Ничто не было, только то, что Он сотворил. И также написано, что все то, что Он сотворил, оно весьма хорошо. И вот в Бытие 2.9 мы уже читаем дальше, что произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И шестнадцатый и семнадцатый стих. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него смертью, умрешь. И Бог все сотворил прекрасно, все сотворил Своим Словом, и здесь Он посадил много деревьев, дал прекрасную жизнь человеку, все прекрасно. Адам и Ева, они наслаждаются жизнью, и есть дерево познания добра и зла, и дерево жизни. И Он говорит, от этого дерева ешь, от этого не ешь, а все остальное тебе дал. И здесь появляется искуситель, мы знаем, это змей, он был хитрее всех, он тоже был сотворен Богом. Бытие 3.1. Бытие 3.1, пожалуйста. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И Он стал искушать жену и сказал подлинно, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И, знаете, мне становится иногда непонятным в моей жизни христианской, вот эти 19 лет я иногда сталкиваюсь с таким, есть такое понятие в философии, когнитивный диссонанс, когда вроде бы мы что-то поняли, но оно совершенно не имеет никакого логического объяснения, то есть такой диссонанс полный. И вот Бог все сотворил весьма хорошо, был змей, который хитрее всех, и Он пришел и обманул жену. И мы тогда, чтобы понять эту вещь, откроем то, что сказал Иисус о змеи, Иоанна 8.44. Иоанна 8.44. Вот что сказал Иисус о змеи. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Дьявол является лжецом, отцом лжи и человекоубийцей. То, что он сделал вообще своей хитростью для человека, это была задумка, чтобы убить его. Он родил, будучи хитрецом, он родил ложь и явился отцом этой лжи. И Ева, к сожалению, она повелась, как говорят, да, совратилась. И Адам, он так сильно любит Еву, что он тоже принял то, что дала она ему. И произошло то, что произошло, что мы знаем. И откроем Бытие 3, 14-15. Когда Бог пришел и увидел, что произошло с его детьми любимыми, он навел порядок. И он сказал змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И следующий стих. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Бог на самом деле наводит здесь порядок. Он проклинает змея. Он говорит ему, что теперь ты будешь ползать на своем брюхе и питаться прахом. И он говорит, что он даст спасителя, спасителя человеку. Здесь первое пророческое упоминание о Христе и сказано, что семя жены, оно поразит дьявола и будет жалить его постоянно. Когда я размышлял об этом древе под познание добра и зла, и я знаю, что где-то там стоит древо жизни, я думаю, почему все-таки нам иногда хочется именно выбрать это дерево, а не идти к тому. Мы знаем, что есть дерево познания добра и зла, которое Бог сказал, если вкусите, умрете. Змей хитрый, он пришел и сказал, нет, не умрете. И здесь происходит наш духовный рост, здесь происходит наше понимание того, что же мы будем делать. Мы будем следовать за нашей похотью, за жаждой испытать добро или зло. Знаете, как нам говорят родители, или потом мы читаем слово, и написано, что не смотри на вино, потому что оно, ну это такой яркий пример, который можно привести свободно. Не смотри на вино, потому что оно красивое, играет, но потом оно ужалит тебя. И ты думаешь, ну что я там вино это выпью? И ты начинаешь этим увлекаться, и на самом деле в конце ты понимаешь, да, слушай, все-таки, и я помню, у меня было, к сожалению, такое время, когда я говорил, нет, все, никогда больше не буду, вообще никогда больше. Просто даже не прикоснусь, ну на самом деле, потому что это такое, ну просто у него столько вреда, зла и так далее, ну зачем оно мне? И что же, как это происходит вообще? Нам сказано было, вот, дерево познания добра и зла. Вот это зло, ты его возьмешь, вкусишь, и оно принесет тебе вот это. Не иди к этому, иди вот сюда. Но ты идешь, вкушаешь, тебя это каким-то образом разочаровывает, там, ты познаешь это, и приходишь к выводу, ну да, слушай, был прав, зачем мне это вообще надо было? Ведь говорил же Бог, не нужно этого делать. И это именно то, что вот в одном комментарии к стиху Бытие 3.22 написано, Бог указывает, к чему привело человека нарушение его заповеди, пожелав стать независимым, как сам Бог, знающий добро и зло. Человек в действительности прервал связь с источником жизни, поработился греху и смерти. Бессмертие он мог черпать только из непосредственного благодатного Бога общения, которого он сам себя лишил, чтобы он не простер руки свои к древу жизни и не стал жить вечно. Вечная жизнь без Бога не что иное, как вечное адское мучение. Смерть должна положить конец этой жизни. Итак, из любви к человеку Бог изгоняет его из рая и преграждает путь к древу жизни. Испытания земной жизни будут только временными, а не подготовить человека к принятию величайшего дара Божия, о котором блаженный Августин восклицает «Счастливая вина Адама, благодаря которой нам был дарован такой Искупитель». Когда мы вкушаем это дерево добра и зла, мы изгоняемся из рая с присутствием Божия. Мы изгоняемся, для нас закрывается вход для дерева жизни. То есть, Адам с Евой были изгнаны, и он, я, кстати, очень хочу, чтобы мы заметили, что Бог не проклинал человека. Бог, он проклял змея и проклял землю за человека, но человека он просто удалил из своего присутствия. и это очень важно, чтобы нам понимать, что до времени Бог удалил нас от дерева жизни. Но дерево жизни также продолжает быть для нас доступным, когда мы принимаем Иисуса Христа. Исайя 9,6 я бы хотел, чтобы мы открыли. Исайя 9,6 И все Писание, начиная от Бытия и через многие-многие местописания, нам говорит о нашем прекрасном Спасителе. Оно говорит нам о том, что Бог снова возвратит нас в этот рай. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменных его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира. Интересно тоже, что я в одном комментарии к Библии я прочитал, что как женщиной было как бы принесено искушение, так женщиной и было дано нам спасение. Дух Святой через Деву Марии Он зачал и женщина дала нам младенца. Как женщина однажды поддалась искушению и подвела своего возлюбленного и весь род человеческий, так она послушав и вернувшись к Отцу, когда Бог через Ангела ей проговорил, что ты примешь свое чрево и родишь Спасителя. Она сказала хорошо, я согласна, пусть будет так, пусть будет так, как ты сказал. И она приняла. Это был ее выбор, она могла отказаться. Знаете, порой нам Бог что-то говорит, приходит и говорит, ты сделаешь так. Мне однажды Бог показал во сне мою будущую жену и сказал, это твоя будущая жена и подтвердил несколько раз. Полтора года я добивался того, чтобы это было так, но потом в конце я разочаровался и я отказался от этого. Знаете, я просто отказался от этого и сказал, нет, все, я не верю. Но Бог снова мне напомнил и сказал, я сказал, что она будет твоя, ты просто жди, а я все сделаю. И знаете, так и произошло. Вот она сидит, мы 9 лет с ней вместе и если я, тогда я тоже сказал, хорошо, Господь, если ты говоришь, я согласен, я просто ничего делать не буду, ну пусть будет так, как ты хочешь. И так и произошло. И к Марии пришел Бог и сказал, ты примешь и это будет Спаситель и его нарекут Эммануил, Бог с нами. Она сказала, да будет по слову твоему. Не дословно, но она согласилась. И произошло это великое чудо и самое важное откровение, которое я получил в своей жизни, это откровение об Иисусе Христе. Тогда, когда мне было 20 лет и когда я был совершенно заквашенный, закаленный коммунистический юноша, атеистический юноша и мне открылся Бог, Он открылся мне, просто я поверил в Него, я осознал, что Он есть и самое важное, что изменило меня, это понимание и познание Иисуса Христа. Когда я прочитал о Нем, я, вот знаете, честно, я плакал даже. Я плакал о том, какой прекрасный человек и какой я испорченный и что же со мной стало? И когда мы читаем о Нем, 1 Петра 2, 24-25, мы знаем, что Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. И 25-й, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Прекрасный Господь, изначально был только Он, своим словом сотворил прекрасную землю, населил ее прекрасными людьми. Все звери, все птицы, все были прекрасны. Одно творение, оно искусилось, оно было таким хитрым, и оно искусило за собой, потянуло остальных. И вот, была проклята земля, изгнан из рая человек, но сразу же Бог дал это обетование, обещание, что придет спаситель. И вот, прошло столько лет, и был рожден, снова через женщину пришел спаситель, и он был дал нам, чтобы вернуть нас к новому, снова вернуть нас к нашему пастырю. И я хочу еще, чтобы мы открыли Иоанна 14 главу, 8-й, 12-й стих и 16-й, 19-й. И когда я стал познавать Христа, я стал задавать себе вопрос, как такое может быть, что есть Творец, здесь Христос, Христос вознесся, и потом пришел Святой Дух, и все это Бог, и как это все совместить, как вообще все это уместить в своей голове. И мне очень понравилось то, как сказал Христос однажды Филиппу. Он сказал, Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас. Иисус же ответил ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя. Отец, пребывающий во мне, творит дела. Иисус 16.19. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. 12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит. И больше из сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Иисус 16.19, пожалуйста. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу и вы будете жить. Это большое, большое откровение, которое меня, знаете, просто пронзирует. И когда Христос говорит, Филипп у него спрашивает, и я когда-то спросил у него, Бог отец, а кто он, покажи мне его. И знаете, Христос говорит, я в Отце и Отец во мне. Если видевший меня, видит и Отца. Видевший меня, он говорит, видит и Бога. И он говорит, я пойду от вас, но я вас не оставлю сиротами, я упрошу Отца, чтобы он дал вам утешителя. Бог никогда не оставляет своих детей. Никогда не оставляет своих детей. Дети его предают, он изгоняет их из рая, но он дает, сразу им говорит, что будет дан спаситель. На протяжении всей жизни он обещает им, что придет спаситель. Будет спасение. Древо жизни снова будет оно вам. Вы вновь будете с ним. И когда Христос пришел, когда Иисус пришел, и Он сказал, видевший меня, видел Отца. Я уйду, но я не оставлю вас сиротами. Он придет, утешитель, и будет с вами, и всему научит вас. Поэтому это так прекрасно, конечно, что когда мы познаем Отца через Христа, когда мы познаем, что спасение, спасение, Он дает нам через Христа и дает нам откровение, это дает нам возможность жить прекрасной и победоносной жизнью. Знаете, когда вот сейчас было прославление, у меня двое маленьких детей, одному пять, второй семь, и все прославление, эти дети требуют внимания. Они один скачет, прыгает, вроде бы прославляют, начинают уже шалить, у второй нету настроения, и нужно ее тоже поддерживать. И знаете, чтобы воспитать детей, нужно столько сил, столько терпения, и столько забот, и столько внимания. Я представляю себе, как Бог воспитывает и заботится о нас, а сколько нас у Него, да, и всегда, всегда Он проявляет к нам любовь, всегда Он заботится о нас, и знаете, я знаю, что я много-много шалил, будучи и ошибался, будучи маленьким, и будучи маленьким, потом христианином, и возрастая во Христе, и много причинял Богу неудобств, и много, знаете, даже как-то, может быть, порочил Его имя, но все то, что Бог сегодня сделал для меня, это прекрасно, на самом деле. Я знаю, что все то, что сделал Бог вообще для человечества, это прекрасно и совершенно. Я хочу, чтобы мы сейчас прочитали римлянам восьмую главу с первого по шестнадцатый стих. Прежде чем прочитаем, я все-таки хочу, чтобы мы увидели этот образ, который не дает мне уйти от него, это дерево познания добра и зла и дерево жизни. Мы живем и постоянно пытаемся сорвать эти плоды познания добра и зла. Мы постоянно пытаемся сойти на этот низменный уровень, а нас Господь всегда возвышает и возвращает к духовному уровню. Он всегда нас обращает к тому, чтобы мы шли и питались от дерева жизни. Иисус, он назван корнем Давида. Он назван корнем Давида. Давид это прекраснейший поклонник, он написал столько псалмов, он угодил Богу, это на самом деле евреи, вот я был в Израиле в прошлом году, евреи просто везде звезда Давида, Давид самый лучший царь, ну, Давида просто они боготворят, да, и а Иисус это корень Давида. Корень это то, откуда произрастает, да, и мы являемся тоже отраслью от корня, от лозы. Когда мы рождаемся, когда мы познаем Иисуса Христа и принимаем его, мы становимся его церковью, мы становимся этими ветвями на лозе, и мы начинаем плодоносить, мы начинаем приносить плоды. Если Христос это дерево жизни, которое нам необходимо вкушать, и Христос это корень, который питается, и от которого питаются все ветви, лоза, то мы необходимо быть во Христе и на Христе и питаться от Него. И тем самым мы начнем приносить плоды, и знаете, это интересно, да, что если корень, и у него есть лоза, и есть ветви, и корень лоза это дерево жизни, а мы ветви, то и мы дерево жизни, то и мы приносим плод на этой земле, то и мы являемся этим деревом жизни, мы позже прочитаем в откровениях, что мы приносим исцеление народам, что мы приносим благословение, что мы питаемся от реки жизни, и из нашего чрева текут реки живой воды, это большая привилегия для нас. Когда мы маленькие, мы только принимаем эту Божью любовь, Божью весть и начинаем возрастать, это одно, но когда мы вырастаем уже в ветви, на нас появляются плоды и мы начинаем плодоносить, это другой результат нашей жизни. Это плодоношение уже, мы приносим плод духа, но мы также сеем семена Евангелия на этой земле. Это то, чем я сейчас желаю просто, чтобы мы, знаете, возжаждали быть деревом жизни на этой земле, чтобы мы поняли, что нам больше нет никакого осуждения и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И дальше, пожалуйста. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть закон духа жизни во Христе Иисусе, корень и Давида, он питает и меня, и я его ветвь. И это, этот закон духа жизни, что я на корне Давиде, на его лозе, он питает меня, и он освобождает меня от того, чтобы я питался от дерева познания добра и зла. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал сына своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Когда Бог осудил змея, и когда Бог осудил Христа, грех во Христе, да, и Христос был пригвожден и осужден и умер, да, за наши грехи. Это образ, что не нас Бог осудил, а как бы себя самого, понимаете? И помните, была такая история, когда Моисей, когда израильтяне, выйдя из Израиля, ой, израильтяне, выйдя из Египта, они очень сильно начали роптать на Моисея и на Бога. Ты вывел нас, и теперь сейчас нас здесь в пустыне, мы тут умрем. И Бог, он послал на них змей, которые начали их жалить. И израильтяне, они покаялись, и Бог сказал Моисею, возьми медного змея, подними, и когда будут змеи жалить, пускай смотрят на этого змея и будут исцеляться. И что это был символ, прообраз того, что Христос когда-то будет тоже поднят, да, и когда на него будем смотреть, будем исцеляться. И опять здесь Бог показывает, что он змея пригвоздил, он врага пригвоздил, то есть виновника он пригвоздил, поднял на этот шест и был осужден виновник. То есть понимаете, я просто хочу, чтобы Бог сейчас открыл нам, насколько все-таки он сильно всегда любит нас. Никогда Бог, он не отвергает нас, не проклинает нас, не осуждает. Он всегда видит причину. Причина греха была в искусителе, в змее. Змей был пригвожден. Знаете, Христос был пригвожден вместо нас. Нам нет нужды страдать, нам нет нужды быть в подосуждении. Мы не должны жить по закону греха и смерти. Наша задача только к корню прилепиться и питаться и жить законным духом. Ибо живущие по плоти о плотском помышляет, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Когда мы начинаем помышлять, об этом снова дереве познания добра и зла. Я просто хочу донести эту мысль. Я не уверен, правильно ли я доношу, но я хочу донести. Когда мы возрастаем во Христе, все мы здесь уже познали Христа, слава Богу. Если кто не познал, я просто вдохновляю, чтобы вы просто захотели узнать Христа, чтобы вы захотели на этот корень попасть, на эту лозу прилепиться. И когда мы познаем Христа, то мы периодически с нее пытаемся сойти на плоский уровень. И Христос нас учит определенным образом жизни, мышление. Он дает, дал нам заповеди любви. Но мы периодически спускаемся на низменный этот уровень, чтобы ползать на этом, знаете, и питаться этим низким. А он нас снова и снова переключает на дерево жизни. На дерево жизни. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Когда мы по плоти думаем, мы думаем против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Дальше, пожалуйста. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете, дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. И это на самом деле прекрасно. Мы его дети Божьи. Нам приходится много уделять времени. Да, мы иногда Бога раздражаем, мы иногда Бога дергаем, терзаем, сбиваемся, бежим, пробуем эти ненужные что-то. Но Он снова и снова переключает нас и подключает нас к Христу. И еще одно, зачитаю вам один еще комментарий к Откровению, Откровение 22, где описывается, первый стих, где описывается, как будет устроена небеса и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. И следующее, пожалуйста. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Это то, что изначально Бог и задумал. Этот рай, он никогда не переставал существовать. И ничего уже не будет проклятого, мы читаем. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Рай, как есть в творении Божьем, так он и остается. И этот рай для нас. Знаете, я прошел, вот сейчас мне 39 лет, 20 из них я жил совершенно без Бога. 19 из них я живу с Богом, но, знаете, постоянно, падая на этот мирской низменный уровень, возрастая, падая, возрастая, падая. Но я знаю, что сейчас все то, что Бог сделал для меня, оно совершенное. Он сделал все мироздание таким прекрасным, что я могу в нем жить, наслаждаться и говорить, что все то, что он сделал, оно весьма хорошо. И я могу доверять ему по одной простой причине, что я живу во Христе. Христос питает меня. Мое ежедневное хождение с Богом – это постоянное подключение к источнику. Мне необходимо каждый день его, это река жизни. Каждый день я знаю, что мне не необходимо включить телевизор и посмотреть новости по телевизору, а мне необходимо открыть Слово Божие и прочитать из него. Каждый день мне не столько необходимо для тела, мне необходима еда. Но, знаете, когда я в посте, я намного себя даже прекраснее, лучше чувствую духовно, чем когда вообще морально, духовно, чем когда я ем. Потому что это дает мне понимание того, что питание от источника, от Христа, это оно намного важнее, принципиальное. И я хочу уже подходить к концу и обратить внимание именно на то слово, почему «Если Бог за нас, то кто против нас?» Римлянам 8, 28, 31. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Когда я начал познавать, как устроен мир, я начал задавать эти, знаете, каверзные вопросы. Ну, если Бог все так прекрасно сотворил, почему столько зла, столько греха в этом мире? Почему я такой злой бываю? Почему это? Почему то? Знаете, меня два дня назад, я просто осознал вот этот стих, что нет никого, кто против нас в этом мире. Никого нет. Не осталось. Да, возможно, какие-то трудности нас ждут. Да, возможно, какие-то испытания, искушения мы будем проходить. Но Бог все равно над всем этим. Бог всегда, как Бог создал дерево жизни в раю и посадил, и сказал, что будете питаться от него, жить вечно, исцеляться, насыщаться, наполняться. Да, мы оказались недостойны, мы были на время удалены, но Бог сразу сказал, будет дан Спаситель. Потом родился Христос, и Он сказал, я и Отец одно. Я уйду, но придет Утешитель, придет Святой Дух, и я вас сиротами не оставлю. Он ушел, и так и произошло. Пришел Дух Святой, Он наполнил, наполнил свою церковь, 12 апостолов. Евангелие, оно просто взорвало этот мир, оно распространилось. И когда мне, 20-летнему пацану, удалось, знаете, услышать о Боге и посчастливилось принять Христа, это изменило всю мою жизнь. И 19 лет мне понадобилось для того, чтобы осознать, 19 лет христианской жизни мне лично понадобилось для того, чтобы осознать, что нет никого, кто против нас. Почему? Да потому что Бог за нас. Он как любил, так и любит нас. Дерево жизни как было, так и принадлежит нам. Только еще более большая перспектива для нас есть, для тех, кто уже вырос во Христе. Это стать еще и частью этого дерева жизни. Это что значит? Да это еще и питать эти народы. Вот знаете, когда мы вырастаем и когда мы начинаем приносить плоды, это плоды для исцеления. Это мы идем и кому-то проповедуем, говорим о Христе и у человека жизнь изменяется, как у меня когда-то, как у каждого из нас когда-то. Мы возлагаем руки, да, это наши листья, да, мы возлагаем на них руки, они исцеляются. Мы питаем их, как в прошлом служении было очень сильное слово, что этот мир, он ожидает откровения сынов Божьих. Он ожидает откровения сынов, он ожидает, когда мы выросшие во Христе, что самое важное, питающиеся от Него, питающиеся, наполняющиеся. Сейчас, знаете, мне очень нравится один простой пример, что сейчас мир это мир смартфонов. У всех есть смартфоны и сколько раз приходится в день ставить на зарядку смартфон? Как минимум один раз, как минимум, а иногда и по два, и по три. Пауэрбэнки есть, в машине подзарядка, там, там, там. Почему? Да потому что мир такой, в конце он настолько, знаете, вот это вот творение, которое извратилось, хитрое это творение, да, и это искушение, по земле оно стелется. Этот прах, есть те, кто питается этим прахом, есть кто, знаете, я когда пришел к Богу, и у меня начало очищаться сознание, я думаю, слушай, я такое впечатление, что в этой жизни только вот грязь любил, там, как будто бы вот все то, что грязное, я любил и все исследовал. А посмотреть на мир, как он прекрасен, что птицы, деревья, люди, взаимоотношения, любовь, Бог, этого я ничего не видел, потому что как будто бы под колпаком этого коммунистическим был. И есть такие люди, которые питаются грязью этой, знаете, сидят в кабаках, там, казино, где угодно, да, то есть в сексе погружены, то есть во всей этой грязи погрязший мир, как мы когда-то были, к сожалению, но когда нас Бог оттуда достал Христом и привил нас к лозе, мы привиты, это маслина, да, и мы начали питаться от нее, мы начали насыщаться. Сейчас, знаете, ребята, если мы не хотим быть высохшими ветвями, нам приходится ставить себя на подзарядку, ежедневно как минимум. Знаете, если я с утра не подниму свою плоть и не подниму ее на духовную зарядку и не напитаюсь, если не пообщаюсь со Святым Духом, если, знаете, когда я пообщаюсь со Святым Духом, приходит такой мир, как будто, и приходит такое наполнение, я думаю, многие знают это ощущение, это чувство, знаете, наполненности, присыщенности, это такая благодать, ты бах, и ты думаешь, что еще надо, вообще все классно. Ты знаешь, раз, и ты наполнил, и еще более того, у тебя даже через край начинают литься, потому что ты идешь, видишь кого-то страдающего, и из тебя такая любовь, и ты не можешь пройти мимо, и ты ему послужил, подсказал, помолился. И эта река жизни в его перетекла, эти листья для исцеления на него легли, и человек раз и расцвел. И я недавно иду с одним болгарином моим, одним знакомым, встречаюсь, просто стою, разговариваю, и знаете, мне стало приятно, он говорит, Андрей, вот так приятно тебя встретить, от тебя позитив такая вот, знаете, я не в лучшем был на стране, честно, но я стоял и, ну, мир Божий был внутри меня, и он говорит, так приятно, просто вот от тебя, вот как будто, вы знаете, и люди ощущают это. Народ, этот мир ожидает откровения Божьих. Мы дерево жизни, от которого мы эти ветви древа жизни, мы его часть, которая питается, которая питается от корня и возлагает на этот народ. Мы нужны этому миру, мы церковь, мы, нам необходимо прежде всего познать, что если Бог за нас, никто, никого кроме против, никого против нас нет, нет никого против нас. Бог в начале, как был, без Него ничего не начало быть, так и сейчас, ничего без Него и нет. Мы как нуждались, так и нуждаемся в Нем. Нам так необходим Иисус каждый день, ставим себя на подзарядку, питаемся и идем, делимся с другими. И я хочу, чтобы мы закончили молитвой о том, чтобы Бог давал нам переживать свою благость, чтобы Он давал нам переживать свою благость, чтобы мы меняли свое мышление и осознавали, что Бог, Он на самом деле есть любовь. Этот мир, он может быть во зле, но это не Бог. Это, знаете, если я приготовил какую-то еду, поставил ее, она испортилась, я ее не готовил плохой, я ее готовил хороший. Если я посадил какое-то дерево, а оно принесло мне плохой плод, я же не садил плохое дерево, я посадил хорошее, но вырос плохой плод. И Творец, Он дал нам в конце стать этим деревом жизни, быть самими этими ветвями и насыщаться, питаться и благодарить Его. И поэтому я говорю, что нет ничего прекраснее, чем быть в поклонении Богу. Нет ничего прекраснее, чем петь Ему, восхвалять Его, благодарить Его. И я просто сейчас приглашаю вас, чтобы мы поднялись, поблагодарили Бога, поклонились и искали Его сейчас с лица. И отче, на самом деле мы благодарны Тебе, что Ты за нас, что ничего в этом мире нет против нас. Все за нас. Мы не прокляты Тобой, Господь. Мы как были благословлены, так и остаемся благословенными детьми Твоими Божьими. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты пришел, Господь. Ты пришел. Это младенец, который дал нам, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты пришел к Марии. Благодарим Тебя за Марию, что она родила. Родила нам Спасителя. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты открыл нам Христа и открываешь, что Ты не оставляешь нас одними на этой земле. Спасибо Тебе, что Ты питаешь Спасибо Тебе, что у нас есть этот корень Давида, что у нас есть эта лоза, на которую мы посажены. И мы являемся этим деревом, деревом жизни, мы церковь Твоя. Да, мы хотим, Господь, мы хотим приносить Тебе плод, Господь. Боже, мы хотим быть, Господь Бог, для этого мира исцелением. Господи, мы просим у Тебя, чтобы через нас, Господь Бог, в этот мир было посеяно много семени Евангелия, добра и любви, Господь. Чтобы мы, плодоносящие ветвь Твоя, Господь, не приносили, Господь, никакой гнилой плод, Господь. Никакой грех не распространял на этой земле, Господи. Боже, я прошу Тебя, чтобы мы не спускались на этот низменный, Господь, уровень. Чтобы мы не искали познания этого добра и зла, чтобы мы не исследовали эту грязь, эту плоть. Но чтобы мы каждый день искали этого познания жизни, Господь. Потому что Ты есть свет, Господь Бог мой. Ты есть жизнь, Иисус. Мы желаем быть посаженными на Тебе, Господь. Боже, мы желаем быть ветвями Твоими. Мы желаем, чтобы, Господь, у нас были листья, Господь, которые исцеляют. Боже, мы нуждаемся, Господь, не пустынью быть, но цветущим садом, Господь. Боже, я благословляю сейчас Твоим именем эту церковь. Я провозглашаю, что это плодоносящий ветвь. Это плодоносящий ветвь для исцеления народов, Господь. Боже, мы высвобождаем сейчас помазание Твоего Святого Духа, чтобы, Господь, эти ветви, они росли. Чтобы мы произрастали и производили плод Духа Святого. О, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Иисус, Иисус, мы нуждаемся в Тебе. Иисус, Ты мой корень. Если Ты еще не познал Христа, сейчас воззови к Нему. Если Ты еще не уверен, что это корень, который питает Тебя, сейчас ищи этого. Сейчас проси у Бога, чтобы Он посадил тебя на этот корень. Я ищу этого, Господь. Я ищу этого для этих людей, Господь, кто, может быть, сейчас ищет Тебя. Боже, я взываю к Тебе, Господь, чтобы приходило Духа Святого сейчас рождение свыше. Это только, Господь, от Твоего Слова, Господь. От Твоего Духа, Господь. Производи эти чудеса сейчас, Господь. Боже, пусть приходит рождение свыше. Просто скажи сейчас со мной, Отец Небесный, Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Прости, Господь, что я искал этого познания добра и зла. Дай мне найти Тебя, Иисус. Ты мой корень. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Стань моим Искупителем. Кровь Твоя святая пусть самоет меня от греха. Я принимаю Твою жертву на кресте. Я очищаюсь и освобождаюсь от греха. Я принимаю Твой Святой Дух. Чтобы я был прилеплен к Твоему корню. Чтобы я был частью Твоей церкви, Твоего тела, Христос. Дай мне возможность вырасти и плодоносить, Господь. Я благодарю Тебя и славлю. Аллилуйя, слава Тебе. Ты прекрасен, Господь. Боже, вся слава Тебе. Ты совершенный, Господь. Боже, открой небеса и злей, Господь. И злей на Твою церковь, Господь. О, Иисус, и слава Тебя. Я нуждаюсь в Тебе, я жажду Тебя. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Бог, Ты так нужен мне. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Бог, Ты так нужен мне. Ты путь, ты истина, ты жизнь, меня так дивно сотвори. Ты дивно сотворил нас, Господь. Буду Тебя хвалить, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Бог, Ты так нужен мне. Отец, прими, Господь, прими наше покаяние, Господь. Прими наше исповедание, Отец. Иисус, прими нас, Господь. Отец, прими нас, как детей Своих. В лоно Свое. В лоно Авраамова, Господь. Где прекрасная вечная жизнь, Господь. Где снова река живой воды течет. Где снова нет греха. Где снова нет ничего проклятого, Господь. Где ничего нет злого, Господь. Где я и Ты, Господь. Где есть Ты, Бог. О, Иисус. Иисус, Иисус. Только через Тебя. Я познал эту жизнь, Господь. Только через Тебя, Господь. Открыл и спасение. Нет другого пути. Есть только путь и сильная жизнь. Это Ты, Иисус. Я прославляю Тебя. Я восхваляю Тебя. Я отдаю себя Тебе, мой Бог. Пожалуйста, веди нас, Господь. Веди эту церковь, Господь. Боже, я прошу Тебя за каждого. Боже, доведи нас до конца. Господи, укрепи колени дрожащие. Убери сомнения, Господь. На самом деле, это так тяжело. Не видя верить в Тебя. На самом деле, Ты предупреждал, Господь, что это блаженноство. Но это тяжело, Господь. Не видя, но верите. Но я хочу сказать Тебе, что Ты так сильно любишь нас, Господь. Что Ты изменил так сильно мою жизнь, что я не могу не верить в Тебя. И я говорю, я вижу Тебя, Отец Творящий. Боже, вся моя жизнь говорит, что Ты, Бог, живой, Господь. Это ложь, Господь, что Тебя нет. Это ложь, что Ты для меня приготовил что-то плохое или злое в этой жизни. Это ложь, что Ты что-то закрыл для меня. Закрыл благословение или рай, или наслаждение. Это ложь, я отказываюсь от нее. Я принимаю, что Тот, кто за меня, Ты за меня. И нет никого, кто против меня. Вся моя жизнь, она благословлена Тобою. Вся наша жизнь, она прекрасна и весьма хороша. Так сказал Господь, когда увидел нас. Мы прекрасны. Мы совершенны. Мы здоровы. Мы чисты. Мы благословенны. И мы являемся благословением для этой земли. Если мы произрастаем от Христа, если мы растем на Твоей лозе, то мы прекрасны, Господь. Мы вместе с Тобой, Отец. Спасибо Тебе, что мы в Твоих объятиях. Прими эту хвалу. Прими это поклонение. Вся слава Тебе. Давайте сейчас мы помолимся за наши пожертвы. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за это время, Господь, за это служение. Мы говорим Тебе спасибо за Твои откровения и Твое Слово, которыми Ты нас наполняешь, Господь. На то, что Ты показываешь, какой Ты и насколько Ты нас любишь. На то, что Ты изливаешь на нас свои благословения, Отец. Мы пришли к Тебе сегодня и принесли Тебе, Господь, наши десятины, наши пожертвования, наши благодарения. А воочию мы вызываем Тебе и просим. Прими, Пожалуйста, эти финансы, Господь. Мы говорим, что все, что мы имеем, Господь, это Твое. Мы лишь временные пользователи Твоим небесным имуществом, Господь. Ибо Ты сотворил эту землю и все, что на ней, Господь, это Твое. И принадлежит по праву только Тебе. Вау очер, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, эти пожертвования. эти руки, Господь, и сердца, которые принесли эти финансы Тебе. Господь, мы просим Тебя, Адена, пожалуйста, правильно пользоваться, Господь, Твоими благословениями и Твоими финансами, Господь. Пусть они пойдут на распространение Твоего Божьего Царства здесь, на этой земле, Господь. Пусть они будут использованы там, как Ты того желаешь, Господь. А воочию, направляй и наставляй нас, Отец. Мы за все Тебя благодарим и молимся с любовью и благодарностью, веримого Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, спасибо за слово. Аллилуйя. У нас время объявления. Оля хотела сделать объявление. Давайте мы еще немножко присядем. Добрый день, церковь. Меня зовут Ольга Жданович. Мне, правда, 30 лет. Я не готовилась сегодня говорить. Но вот вообще... Андрей, потрясающее слово. Настолько... Я до этого прочитала Иоанна 15 главу. Там про лозу, про ветви, про... И я вспомнила... Я хочу вам сказать о детском служении. Но когда мы были в Беларуси, мы были еще только младенцами, приехал один норвежский евангелист. И он рассказывал, как он... Свою историю и один маленький короткий момент. Ему было 5 лет. И во время Великой Отечественной войны, когда бомбили там их какой-то поселок, семья верующих, мать их спустила вниз, укрыться там в каком-то таком полуподвальном помещении. И когда он молился, он реально увидел Христа. И он говорит, я увидел эти руки. И в этот момент, говорит, такое было ощущение, что я в этих руках. И вот стоит передо мной мужчина, которому 80 с чем-то лет. И рассказывает, как в 5 лет он реально встретился с Иисусом. Я тогда подумала, моему сыну 2, у меня еще есть 3 года. И когда мы приехали сюда, Алёше было 4 года, нет, не 4, 3. И он начал задавать вопрос. Если мы молимся Богу, благословляем пищу, даже в церковь ходим, разговариваем с Ним, а где? С кем? И это действительно чудо. И я, знаете, сколько бы мы техник не знали, коммуникации, всяких убеждений, но с ребенком не работает. В итоге я сдалась, я перестала рассказывать про всякие шарики воздушные. Да, понимаете, о чем я говорю, да? Про воздух, про невидимого Бога. Я сказала, давай молиться. Мы стали молиться о том, чтобы Господь показался ему реально. На следующий вечер та же история ожидала моего мужа. То же самое он ему объяснял, почему мы Бога не видим. И все закончилось молитвой. Через год мы въезжаем в новую квартиру, и мне Саша рассказывает. Встает Алеша, а у нас такой длинный узкий коридор. Первый раз встает сам, вот с такими глазами, как фара, и говорит, мне приснился Иисус. Алеша такой, ладно, давай, короче, в садик собираться. Приходит он вечером домой, и он, Саша у меня спрашивает, ты у него спроси, что ему снилось. И я его записываю на телефон, и мне Алеша рассказывает, как ему все в мельчайших подробностях. Хотите, расскажу? Представляете, мы в парке, морском, вот напротив этой огромной клумбы, где там тот памятник, да, вдалеке, говорит, я вижу крест, ко мне подходит вот Иисус, как вот он на картинках видел, в белом, там еще какие-то были люди, кстати говоря, с нашей церкви. Он говорит, он подходит к нему, протягивает ему руки, показывает ему дыры, Алеша все это рассказывает. Мам, у него вот такие прям дыры, прям вот такие, в руках. Я говорю, так что он весь в крови? Нет, в одежде, все нормально, белая. Ну, вот как на картинках показывают. И он говорит, Алеша, здравствуй, я есть тот, кто я есть. Это мне говорит ребенок, которому 4 года. Ну, у меня, например, не хватает, грубо говоря, слов на детском служении говорить с местами из Писаний. И я понимаю, что это только могло бы действительно, ну, прийти ему через сон. У меня у самой мурашки по телу, я понимаю, что не я свидетельствую сыну, а сын свидетельствует мне. И я тогда очень сильно, вообще, к детскому служению, я вообще неравнодушна. С самого начала, мы, когда в Беларусь пришли, из-за нашего Алешу открыли дополнительную группу, потому что он приходил, баловался, и решили открыть группу для более маленьких, чтобы им было там интересно баловаться и слово слушать. Так вот, я к чему? По поводу слова. Мы сейчас в библейский институт поступили, у нас было первое занятие, и нам сказали, что вот когда Моисей у Бога спросил, как тебя зовут, Моисей, Бог ему тоже сказал, ну, у меня ты, у меня я есть тот, кто я есть. Представляете? И только сейчас на меня открылось, вот Алешке 7 лет, через 3 года, что это действительно был Он, Иисус Христос, который вошел в жизнь моего Сына через этот сон. Но Он продолжает, конечно, и баловаться, и не слушаться, но я Вам всегда говорю, а помнишь сон? Как ты думаешь, Иисусу понравилось бы? Понимаете, есть надежда, когда наши дети знакомы лично с Христом. И я сейчас говорю о нашем детском служении, которое у нас родилось тоже через сон, Бог просто вот так приснился мне конкретно, и через вот такую вот жажду, любовь, проговорил, что мы должны им заняться всерьез, и вот 12 ноября оно у нас родилось. Это я сейчас говорю всем родителям, а также тем, кто является бабушками, может быть, у Вас есть дети до 12 лет, и, значит, цель нашего служения, надо, конечно, найти место писания, я думаю, Бог нам откроет, может, через пасторик проговорит, это личная встреча с Иисусом Христом каждого из наших детей, личная встреча. И задачи, которые мы будем решать, первое, это, чтобы дети знали Библию, библейские доктрины, библейские истории, золотые стихи, места писания, чтобы они на чем-то могли опираться в жизни. Это, конечно же, служение, то есть наши дети должны служить, вот тут они в школу, да, и они должны служить другим, то есть они на практике должны проявлять это библейское основание, плюс служить, это здесь, концерт, выступления, стихи, песни, рассказы. Следующая задача, это третья, это евангелизация, то есть наши дети могут, и это приветствуется, это поощряется, приводить детей с мира, даже просто покушать на урок, мы все равно проговорим молитву покаяния. Я знаю нескольких людей, которые в детстве служили, а сейчас вспомнили, что они служили, и опять Бог им дает верующих, и они уже по-другому к этому относятся. То есть мы за то, вот у нас уже есть случай, вот у нас девочка Сабина, которая приходит тут, ни родителей, ни бабушки ее нету, но она приходит и спускается туда и со всеми Слово Божие читает и молится, и она очень трезво рассуждает, она реально уже ребенок, который вот на сцену ставь, она будет вам свидетельствовать о своих чудесах, своей жизни. И, конечно же, четвертая задача служения детского это общение. Я не знаю, как было у вас, но когда мне стукнуло 15 лет, не знаю, что там поступило в мою голову, я побежала в подъезд, где играли под гитару, курили. Я сама не курила, но я была, наверное, сильнее отравлена, чем те, кто курил рядом. Ну и, конечно, всякие мысли в голове и потом расскажу как-нибудь. Так вот, общение и окружение, оно у нас, слава богу, за интернет, потом я на интернет пересела и все нормально стало. Ну, как бы более-менее без видимых таких серьезных, скажем так, искривлений в моем юношесостове, но суть в чем, что очень многие дети мучаются, когда здесь мы говорим одно, выходят в мир, а там видят другое. И друзья у них потом, они как раздваиваются, потому что тут одно, там другое. И цель детского служения это как раз-таки сложить такую общность наших детей, чтобы они могли дружить, не только здесь встречаться, но между собой, взаимодействовать, чтобы они могли знать, что есть человек, его сверстник, который научен так же. И вот это вот общение, ну, слава богу, у наших детей, я считаю, есть, потому что мы встречаемся, там, родители встречаются, дети взаимодействуют, но я считаю, что над этим тоже можно работать. И что мы делаем? Мы раз в месяц, либо раз в два месяца будем проводить неформальное детское служение. Мы будем детей брать, выводить куда-нибудь, например, там, детский центр развлекательный или на каток сводить, или в кино, или в театр, чтобы они понимали, что Бог реальный, живой не только в церкви. Можно и в кино сходить, правда, на хороший фильм, пообщаться, они вместе пошутили, поиграли, ну, ладно, что-нибудь такое сделали детское, потом они вместе покушали, они посмотрели фильм, и у них уже не только занятия, да, вместе, у них есть определенные интересы, которые мне перекликаются. Так вот, к чему я все подвожу? Я прошу от вас, родителей, поддержки, потому что, ну, школа детская, там, да, воскресная школа, это одно. И мы, как бы, слава Богу за учителей, тоже мы сейчас помолимся за это. Нужна поддержка в плане, в каком? Ну, Бог так вот ведет, я думаю, что это именно от Него. Дети любят наше служение, они с удовольствием приходят, они общаются, они любят вкусные пирожки, они любят наши картинки, там, всякие мультики, там, ну, они любят вот этот вот, это уже было свое благословение, что они хотят ходить, согласны? А мы, как взрослые, ну, извините, мы тормозим, что-то у нас, мы никак не можем договориться между собой. И слава Богу за Духа Святого. Значит, какой у нас с вами план? Мы делаем занятия, мы рассказываем то, что мы должны рассказывать по урокам, после чего дети будут, проблемы с дисциплиной, хорошо, давайте поощрять тех, которые будут дисциплинированы. И дети на протяжении занятий, несколько занятий, будут получать баллы. Ну, баллы или таланты, ну, короче говоря, они будут собирать вознаграждения, чтобы потом все вместе пойти в кино, в театр, на каток. И что требуется от родителей? Ну, во-первых, как-то их поддерживать. Типа, ты пропустил занятие, давай наверстаем, ты отработаешь, ну, я в институте училась, там тоже такая тема была, чтобы дети были, имели мотивацию учиться, отвечать, выступать. привел человека новенького туда, молодец, сработал баллы. Ну, круто же, да? Человек покаялся, давайте поощрим за это ребенка. Выступил на сцене, тоже дополнительные баллы. Баллов много собрал, сейчас приду, видите, они уже зовут меня. Круто, это победа. Так вот, если дети пропускают занятия, есть, вообще, кто хочет, чтобы вот дети ходили на такие детские служения, где есть программа? Так, не смело. Короче, уважаемые родители, короче, вы можете сами не приходить, но детей приводите, потому что они страдают, если они не пропустили урок. Если не получается, помогите им это дело все наверстать. У них есть тетрадочку, тетрадочку там они помечают по уроку, основные тезисы, пообщаюсь с ними, чтобы понимать, что они, ну, как бы совсем не в стороне остались. Собираем баллы, идем все вместе отмечать. Нормально? Вот как вам? По-человечески? По-божьи это? Мы будем, значит, 2 декабря, я понимаю, что это вообще первое такое общение с вами, поэтому мы никого не будем дисквалифицировать, на первый раз, но на второй уже не прокатит. 2 декабря мы приглашаем всех наших детей, даже можно неверующих, если вот они соберутся, на такое неформальное детское служение, которое будет состояться у нас дома. У нас есть в Бризе, это Diplomatic Hill, мы собираемся у нас дома, и потом мы спустимся в детский центр. Значит, что мы будем делать? Мы напишем письмо Богу. Сейчас все дети пишут письмо Деду Морозу. Вообще потрясающая идея. Я тоже писала. Поэтому придется с детьми исправить этот момент. Мы напишем письмо Богу, потому что все хотят подарки, даже я. Потом мы сделаем репетицию. Ну, там, подготовимся к концерту, чтобы было что показать, что мы не просто пиццу ели. Потом мы вместе покушаем. Если какие-то есть пожелания по поводу еды, вы подходите, не в вопрос. Мы учтем все потребования. Ну, я готовлю сама пиццу, готовлю ее с курицы, без дрожжей, беру тесто. Короче, всем нравилось, особенно детям нашим. И мы открыли для себя новый десерт. Домашний, накисели, мляка. Жаль, что вам нельзя. Только детям. И мы идем потом вниз, в детский центр. Мы там, короче, делаем свои дела веселые. Вот. Кому нравится, кто 2 декабря хочет. Отлично. Значит, будут вопросы, вы тогда, мы их обсудим. Ну, давайте помолимся. Начните нам помогать с молитвой. Договорились? За детей помолимся? Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нам дал свои благословения наших детей. И мы верим, что благословения Твои печали не приносят. Пожалуйста, Господь, мы просим Тебя при мудрости и откровения воспитывать наших детей, Господь, быть для них свидетельством. И пусть Твоя, Господь, истинно открывается в их сердцах. Пусть Иисус Христос лично войдет в их сердце, Господь, и они пронесут Его через всю свою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, дай нам силы, терпения, любви, все, что Ты, Господь, складываешь в наши сердца, восполнить. И чтобы мы потом сказали, Господь, я сделал все, что мог. Слава Тебе, Иисус, за наши таланты, дары. И мы благодарим Тебя, Господи, еще и еще. Пусть 2 декабря состоится то, что Ты смотрел на наших детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, спасибо.